На этой неделе были хорошие новости. Телеграм-канал «Открытой политики» по количеству подписчиков обогнал, например, пресловутый канал «Техас Хабирова», который многие наблюдатели приписывают Шамилю Валееву. Но, собственно, обогдать-то мы их обогнали, но орден нам за это точно не дадут. Собственно, я не особенно и стремлюсь получить награду из рук Радия Фаритовича. Я, пожалуй, буду как президент Такаев, у кого попала ордена, не принимаю. Помните, да, эту историю, как Такаев уклонился от получения ордена Александра Невского из рук Путина. Так что будем как Такаев. Но вы подпишитесь на наш Телеграм-канал, если вы все еще не подписаны. Мы продолжаем двигаться дальше и обгонять оставшихся конкурентов. Телеграм-канал у нас интересный, живой. Он существенно более информативный, чем наш вот этот Ютуб-канал. И все материалы Ютуб-канала там тоже в том числе есть. Ставьте лайки под нашими видео, продвигайте их в системе Ютуба. Те, кто могут помогать нам материально, перечисляя деньги на наш расчетный счет, тем мы отдельно и безмерно благодарны. Потому что, по сути, мы существуем исключительно на ваше пожертвование. Традиционно в начале субботнего выпуска мы рассказываем вам статистику и данные, о которых умолчит БСТ. И сегодня речь идет о том, что на прошедшей неделе стало известно о том, что Республика Башкортостан опустилась с 46 на 49 место в рейтинге по доходам на душу населения, что, безусловно, ярко характеризует результаты хозяйственной деятельности нынешних властей республики. А также хотелось бы сказать, что, наверное, мы излишне спешим радоваться тому, что обогнали по численности населения соседний Татарстан. Кроме того, что Татарстан поменьше нас будет по площади, да еще и от бедных, как выяснилось, у них там сильно меньше. Статистика нам говорит о том, что за чертой бедности в Башкортостане живет вдвое больше в процентном соотношении людей, чем в соседнем Татарстане. 11% жителей Башкирии живут ниже официальной черты бедности. Это, конечно, цифра ужасающая и наводящая на различные мысли. Впрочем, я думаю, что в ближайшее время мы вообще перестанем получать какую-то статистическую информацию, потому что власти уже не справляются с тем, чтобы хоть как-нибудь позитивно выставлять ту статистику, которую удается извлечь из окружающей среды. Речь идет о том, что уже теперь запрещено публиковать статьи федерального бюджета. Будет только некие данные по главам, да, там на образование столько, на оборону столько, на сельское хозяйство столько. А вот подробного изложения уже этих статистических данных не будет. Также запрещено теперь публиковать и данные об объемах добычи нефти, угля и газа, что, видимо, тоже в определенном смысле как-то негативно характеризует нынешнюю экономическую ситуацию. В общем, я повторюсь, я полагаю, что в скором времени мы останемся без статистики вообще. Вслед за морскими пехотинцами из Башкирии ветераны-десантники выразили свое намерение создать свой собственный украинский батальон, сформировать и отправить его в Украину. Для меня абсолютно очевидно, что и эта инициатива ветеранов особых подразделений получит поддержку и всевозможное благоволение наших башкирских властей, не только моральное, но и финансовое. Дело в том, что Раде Фаридовичу нужно, остро нужно прогнуться перед Москвой, чем глубже, тем лучше. И вот два батальона из Башкирии будут, конечно, этому не иначе как помогать. Даже рискуя жизнями своих земляков, Хабиров готов доказывать лояльность Кремлю. Конечно же, Раде Фаридович раскошелится на оснащение, мудирование для этого нового украинского батальона, но мы должны понимать, что на самом деле вот это все великолепие оплачиваем мы с вами. Причем оплачиваем на кассах ближайшего супермаркета за счет ежедневного роста цен на абсолютно все. И, соответственно, настоящий источник тех щедрот Раде Фаридовича в адрес вот этих вот новоявленных батальонов. Ну, кроме всего прочего, вот это все происходит на фоне того, что практически уже ежедневно публикуются вот эти похоронки, так называемые, информация о том, что то в этом районе, то в том глава администрации прощается с очередным защитником Родины. И самое страшное, что эти ребята в цинковых гробах, это вовсе не опухшие от дешевого пива мужчины средних лет без определенных занятий, это, к сожалению, 20-21-летние в основном мальчики, которые вот подписали контракт и теперь вернулись на родину в железных ящиках. Вот это, конечно, ужасно пугает и на фоне этих новых и новых батальонов особенно. На формирование и экипировку так называемых украинских батальонов башкирские власти деньги находят, находят их охотно. Но, судя по всему, на безопасность всех остальных жителей Башкортостана этих денег уже не хватает. За последние 26 дней на одном и том же участке дороги, в том самом злополучном тещином языке, произошло две страшные аварии. 31 мая разбился лесовоз. К счастью, водитель выжил, но лесовоз опрокинулся, выпали огромные бревна, которые, судя по всему, повредили часть ограждения этого участка дороги. И уже 19 июля на том же самом месте, среди бела дня, не ночью, летом, разбилась грузовая скания, за рулем которой был Юрий Леонидович Долженко, который погиб на месте. Он был жителем Тюмени. И некоторое время после аварии он был еще жив, очевидцы пытались вызвать помощь, скорую помощь и спасателей, но так как там связь нестабильна, место очень глухое, не получилось сделать это оперативно, и через некоторое время Юрий Долженко скончался. Этот самый разворот, вот этот вот тещин язык, в народе еще зовут кладбищем. Из года в год, уже много десятилетий на этом месте бьются машины и зимой, и летом. Чаще, конечно, зимой, но теперь уже вот и летом. Ужасно опасный поворот, особенно для большегрузных и крупных транспортных средств. И всем на самом деле, включая местным властям и республиканским властям, очень известна, абсолютно известна смертельная опасность этого участка. Исходя из этого, на тещином языке была установлена часть системы видеоконтроля, которая производит контроль состояния дорог и оперативную выдает картинку онлайн о ситуации на этом участке. Это называется автоматическая система управления дорожным движением, АСУДД, так называемая. Система эта находится на балансе ГКУ, УДХ, РБ, Государственного казенного учреждения управления дорожного хозяйства. И, в общем-то, этим вот казенным учреждением финансируется и эксплуатируется. Казалось бы, какие-то меры безопасности приняты к этому участку дороги, но не совсем. Вот уже 4 месяца, как, по сути, эта система не работает именно там, на тещином языке, и 2 месяца она не работает и вовсе по республике Башкортостан. Система не законтрактована и не обслуживается. То есть, по сути, УДХ не выполняет своих обязанностей. После аварии у Юрия Леонидовича не было, по сути, шансов получить срочную экстренную помощь, в том числе какую-нибудь нашу хваленную санитарную авиацию, которой так сильно гордится Ради Фаритович. Потому что вот эта система не работала, связи там практически нет, и даже подоспевшие очевидцы, мимо проезжавшие, ничего не могли сделать. То есть, по сути, человека обрекли на гибель, будучи раненым и получившим травмы, он мучительно умер на месте. Давайте же попробуем разобраться, кто же несет ответственность за вот это все случившееся. В структуре казенного учреждения УДХРБ за систему и эксплуатацию дорог отвечает заместитель руководителя Ишмуратов Ильшат Флюрович. В целом, руководит казенным учреждением некий Шамхалов Артем Владиславович. Очень примечательная личность. Артем Владиславович, прежде чем в 2019 году прибыть в нашу республику из теплых краев, 17 лет проработал полицейским. Кроме всего прочего, по образованию Артем Владиславович технолог пищевой продукции. Каким образом этот милиционер со стажем в 17 лет, технолог пищевой промышленности, попал в руководство дорожного хозяйства и управляет крупнейшим предприятием, которое оперирует довольно существенной частью многомиллиардного дорожного пирога, остается загадкой. Но, к счастью, наверное, к счастью для тех, кто получит шанс не погибнуть на этом тещином языке в последующем, родственники погибшего Юрия Долженко не хотят оставлять вот эту ситуацию так, как она есть. Понятно, что вот недавно прошли похороны в Тюмени, люди еще не отошли, но они в личной беседе, мои коллеги связывались с ними, заявили о том, что они не оставят вот эту ситуацию так, и они хотят сделать этот участок дороги более безопасным и хотят найти виновных. Так что вот кто из этих двоих, Ишмуратов или Шамхалов, а может быть и оба, могут ответить за вот эту ситуацию, я пока не знаю, но родственники Долженко намерены обратиться и в следственные комитеты, в прокуратуру и в вышестоящие инстанции Министерства транспорта и дорожного строительства, чтобы выяснить, несут ли ответственность Шамхалов и Ишмуратов за вот эту ситуацию. Я со своей стороны буду следить за этой ситуацией, будем рассказывать о том, как движется это все. Очень рассчитываю на то, что когда заявления будут написаны в правоохранительные органы, сами правоохранительные органы с максимальным пристрастием отнесутся к этой ситуации. Дело здесь не только в том, что нужно добиться того, чтобы кто-то понес какое-то наказание за гибель водителя Долженко, но ведь нужно еще и обезопасить остальных участников движения, потому что каждый день, и сейчас, и сегодня, и вот в данный момент по этому тещиному языку движутся и большегрузные, и средние автомобили, и автобусы с детьми. И, на мой взгляд, только вопрос времени, когда там случится еще какая-нибудь страшная катастрофа, которая там происходит регулярно, и с этим участком дороги что-то нужно делать. Отмечу, что и Ишмуратов, и Шамхалов, оба этих человека, точно, 100% информированы о том, что система ОСУДД не работает, и что это несет угрозу жителям республики. Вот единственное, о чем я могу утверждать сейчас уверенно, это то, что они оповещены об этом, они были в курсе, и уже несколько месяцев не предпринимают ничего для того, чтобы, значит, с этим разобраться и это исправить. Потому я рассчитываю на беспристрастное и безжалостное разбирательство со стороны правоохранительных органов. В конце концов, кто-то должен понести наказание. А вот ради Фаритовича пора понять, что та катастрофическая ситуация с смертностью на дорогах в республике Башкортостан объясняется исключительно тем, что как-то очень странно подобраны кадры тех, кто занимается безопасностью дорожного движения. Я не понимаю, как технолог пищевой промышленности с 17-летним стажем работы в МВД и отмечаю, что господин Шамхалов не был даже гаишником. Он работал там, он, в общем, проверял точки по торговле квасом, в частности, например, да, в отдаленной местности. Так вот, каким образом люди с подобной квалификацией управляют дорожным хозяйством, мне непонятно. И ради Фаритовича нужно понять, что это одна из причин той катастрофической смертности на дорогах, которая есть у нас в Башкирии. И если он хочет переломить эту ситуацию, то он что-то должен начать делать. На минувшей неделе стало известно, что с 1 сентября жители Уфы будут дополнительно к плате за ЖКХ оплачивать сверхнормативные потери энергоресурсов многоквартирного дома. То есть оплачивать все то, что потеряла, не смогла сберечь или потратила их управляющая компания. И это не плановое повышение платы за ЖКХ, а плановое повышение у нас буквально через неделю, 1 июля. То есть, по сути, у нас дважды поднимутся цены на ЖКХ Уфе 1 июля и 1 сентября. Предвидя то, что возрастет количество неплательщиков и должников, которые просто не в состоянии уже оплачивать космические счета, мэрия Мавлиева предлагает без сожаления выселять должников из квартир. Вот такую инициативу высказали у нас в нашей мэрии. Но позвольте, данные говорят нам о том, что сама мэрия только за электричество должна поставщикам 960 миллионов рублей. Тогда как все жители Уфы за все виды энергоресурсов должны только 267 миллионов. Может быть, надо саму мэрию для начала выселить куда-нибудь на выселке, вынести стулья из мэрии и поставить их на улицу, а не вот это вот все про выселение должников. Вся эта вакханалия, впрочем, происходит на фоне углубляющейся разруки в ЖКХ, в благоустройстве города и так далее. Дороги убиты, мусор горами лежит по краям. А веселый мэр катается, как подросток на электрическом самокатике по городу и развлекает этим СМИ. Ну, кататься юному мэру, конечно, нужно по определенным маршрутам. Например, ему нужно прокатиться прямо напротив горсовета. Есть вот этот вот парк, где стоит монумент Ленину. И вот нам прислали наши подписчики фотографии того, насколько там разрушена инфраструктура, насколько уже раздолбаны эти гранитные парапеты, и мэру нужно прокатиться вдоль этих парапетов. Местами там и асфальт на дыбы встал. Ну, еще может он на своем электросамокатике проехаться на улицу Вильямса. И около 14-го дома, в Октябрьском районе эта улица находится, так вот, около 14-го дома там замечательная, импровизированная, абсолютно незаконная контейнерная площадка, засыпанная горами мусора. Эту фотографию нам тоже прислали благодарные жители Уфы, готовящиеся к двоекратному повышению оплаты за ЖКХ. Ну, или хотя бы мэрии нужно начать перестать дублировать Минтранс и тратить на воздух деньги. Я говорю о том, что на прошедшей неделе стало известно о том, что и Минтранс, и мэрия одновременно заключили практически идентичные контракты на некие исследования по оптимизации дорожного движения в Уфе. Минтранс на 80 миллионов рублей исследование заказал, а мэрия Уфы на 15 миллионов рублей. Может быть, вы разберетесь там, кто у вас заведует транспортом, кто у вас его оптимизирует и кто вообще этим занимается. И перестанете тратить деньги на воздух или там на еще какие-то менее благие дела, а направить их на нужды города и горожан. В общем, вот какое-то разнонаправленное такое движение у нас мэрии, да, то есть вот этот вот юноша на самокате с одной стороны, а с другой стороны все углубляющаяся разруха миллионного города, который уже отчаялся получить нормальное адекватное руководство, а получает одного за другим каких-то клоунов или барыг.